Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о моей коллекции сумок. У меня их немаленькое количество, как я считаю, поэтому буду по-быстренькому рассказывать о каждой из них. И начну я, конечно же, со своих рюкзаков. У меня их немного, и вообще носить рюкзаки я стала сравнительно недавно. И первый рюкзак, который я хочу вам показать, это вот такой черный. Был куплен на сайте LaModa, просто брошен в корзинку с каким-то заказом, потому что хотела попробовать, поносить, узнать вообще удобно или нет. Стоил он там тысячу с копеечкой. Это обычный кожзам, такой достаточно грубый кожзам, хотя по структуре очень похож на кожу. Но он такой достаточно грубый, скрипучий рюкзачок. Здесь сзади молния с маленьким кармашком. И спереди он застегивается вот на такую застежечку. И просто вот эти шнурочки с кисточками отодвигаются. И внутри одно большое отделение и еще один маленький кармашек. Плюс здесь есть вот такая ручка, что можно было носить его как сумку. Но этот рюкзак как сумку я практически не ношу. Не знаю, почему-то мне неудобно. И один из минусов этого рюкзака для меня заключается в том, что сзади идут вот такие шлеечки, которые никак не закреплены. То есть они ездят туда-сюда. И нагруженный рюкзак одеть бывает очень сложно, потому что вытягивается все время одна лямка. В общем, не очень часто я с ним хожу, но все-таки иногда одеваю. Мне нравятся вот эти кисточки. В принципе, рюкзак смотрится неплохо. И в принципе, он мне очень даже нравится. И также минус этого рюкзака, то что вот здесь вот, то есть донышко больше, чем открывается вот эта часть. И не всегда удобно в него что-то запихивать, скажем так, или в отрасли. Следующий рюкзак – это мой летний вариант. Вот такой беленький. Тоже был заказан мной на сайте LaModa. На все сумки и рюкзаки, которые я найду, ссылки я оставлю вам внизу в инфобоксе. Значит, этот рюкзак – это мой любимый рюкзак. Он мне очень нравится. Он тоже сделан из кожезаменителя, но очень-очень-очень качественного. На ощупь он вообще реально как кожа. Очень мягенький, очень аккуратненький. Здесь просто нет никакого лейбла. И здесь вот так вот сделано. Здесь идет маленький кармашек, что очень удобно. Я сюда обычно кладу телефон, боковые кармашки. И внутри, он у меня на самом деле внутри уже достаточно грязный. Здесь два вот таких отделения. И много маленьких отделений. Он мне очень нравится. Я его таскаю обычно куда-то в путешествия, куда-то с детьми, на пляж. В общем, летом – это прям реально мой фаворит. Следующий рюкзак, который был мной куплен тоже на сайте LaModa. И был он куплен в какой-то из дней сильных распродаж. Это было то ли черная пятница, то ли ночь каких-то распродаж. Это натуральная кожа. И он обошелся мне в 3000 рублей. 2900 даже, если быть честным. Хотя стоимость его изначально была 9 с хвостиком. У меня были там какие-то бонусы, баллы, свои скидки, плюс скидка по этой акции. И в итоге в такую сумму он мне обошелся. Это мой любимый рюкзак именно на зимний период времени. Он… его огромнейший плюс в том, что вытягивая вот так вот ручку, он превращается в сумку. Что для меня очень удобно. Сзади у нас вот такой кармашек маленький, стандартный. И внутри молния. И идет стандартно маленький кармашек на молнии. И два вот таких вот, ну скажем так, для мелочей, для мобильного телефона. Это натуральная кожа. И марка – это итальянский рюкзак. Марка выглядит вот так. Я не буду коверкать девочке. Если на него тоже останется ссылка, я вам ее оставлю внизу в инфобоксе, если найду на него ссылку. Он очень мягкий, качественный, натуральная кожа. Я ношу его уже три года. Он нигде даже вот здесь вот не потерся. Он без излишеств каких-либо подойдет под любой образ. И цвет у него вот такой, как передает камера, то есть такой темно-бордовый под какой-то пуховик. Я не знаю, просто и в пир, и в мир я с ним и путешествовала, и так ходила. В общем, по мне так просто потрясающе. И моя прям любимка. И дальше я вам покажу сумки. большого размера, которые я так же, как и рюкзаки, ношу не часто. Но все же люблю тоже такие сумочки. И первая, которую я вам покажу, я показывала ее в покупках. Это от марки Ted Baker. Сделана она из такого, я не знаю, пластика, что ли, но достаточно мягкого. Внутри нет никакой ни подкладки, ничего. Просто, просто как мой муж называет, ведро. Здесь идут надписи, здесь тоже, то есть нету ничего. На самом деле, такая сумка, это для меня лично сумка шоппер. Очень удобно на лето, даже я с ней ездила на пляж. На пляж вообще замечательно, потому что песок можно просто вытряхнуть, нигде он не застревает, ничего. И, конечно, мой любимый цвет, плюс бантик. Меня эта сумка, конечно же, очень сильно покорила. Следующая сумка вот такая. Это натуральная кожа. Честно, не знаю, как произносится эта марка. Правильно, была подарена мной моим мужем. Я не знаю, где он ее приобретал, но это натуральная кожа. Сзади обычный, стандартный замочек. Здесь она состоит из таких кусочков. Мне очень, на самом деле, нравится, потому что можно много подобрать образов под эту сумочку. Тоже ношу, честно признаюсь, не часто. И внутри она выглядит здесь небольшое отделение, маленький кармашек и отделение для мелочей. На самом деле, этой сумке, наверное, лет пять уже. И единственное, что она вот здесь вот немножечко, как будто как поцарапалась или, не знаю, ручкой я как-то ее... Но, в принципе, в общем сложности она мне очень нравится. И тоже ношу, но, к сожалению, не часто. Не часто, так как я не особо в последнее время любитель больших сумок. Следующая сумка, которую я одно время носила очень-очень часто. Я ее купила в каком-то торговом центре. Это эко-кожа. Очень-очень мягкая. Я не знаю, по мне так просто потрясающая сумка. Сзади идет вот такой кармашек. Ношу я ее в основном зимой. Внутри сделано маленькое отделение. И стандартно под мелочи всякие. И вот здесь вот посередине сделано такое как бы разделение, да? То есть на два отделения. Эта марка у нас... Тоже вам покажу. Не буду коверкать. Вот так вот выглядит. Была куплена в торговом центре. Достаточно недорого. Тоже со скидкой. Но она на самом деле неубиваемая. Этой сумке тоже, наверное, лет 6. Если не больше. Здесь вот сделаны, кстати, вот такие... Чтобы ставить ее можно было. Она нигде тоже не покоцалась. Ничего с ней не произошло. Просто потрясающе. Она мне нравится. Но для меня это такой более зимний вариант. Следующая большая сумка. Вот такого потрясающего розового цвета. Даже не розового цвета. Фукси была заказана мной на сайте Алиэкспресс. Тоже порядка 5-6 лет тому назад. Когда были модные вот такие сумочки. Я тоже заказала. Это, конечно же, кожзам. Причем такой достаточно жесткий, скрипящий. Ношу ее очень-очень редко. Но все равно иногда одеваю какие-то образы. В принципе, она мне нравится. Здесь есть еще замочек и ключик. Но я ее не пользуюсь. Если на нее ссылка не сгорела, в чем я сомневаюсь, то я, конечно же, вам оставлю. И внутри просто идет вот так пустое. И один маленький кармашек. В принципе, такая достаточно яркая и симпатичная сумка. Но ношу ее, как говорю, уже не часто. И для меня это летний вариант. И теперь покажу сумки среднего размера. Первая из них это вот такая сумка оригинальная от Michael Kors. Была подарена мне мужем. Значит, очень классная сумка. Я ее просто обожаю. Очень часто ее ношу. В основном, правда, зимой. Была она мне подарена тоже, может быть, лет года 4, может, 5 тому назад. Это была какая-то старая коллекция, которая распродавалась. И муж мне ее подарил. Единственный минус этой сумки в том, что вы не поедете в ней в транспорте. Потому что здесь посередине отделения никак не закрывается. Просто вот на такую защелочку. И есть вот такие два отделения, в которых уже можно положить, например, кошелек. Просто вот они открываются. Я безумно люблю эту сумку. Она мне очень-очень нравится. Вообще мне нравится бренд Michael Kors. Поэтому ее, кстати, можно с этой стороны увеличить. То есть здесь есть вот такие заклепочки. То есть сделать более побольше. Тоже очень симпатичная. Очень-очень мне нравится. Следующая сумочка это вот такая. По мне, так это больше такой вечерний вариант. Была заказана мной с сайта Алиэкспресс. Было указано, что это натуральная кожа вот с этой стороны. А здесь натуральная замша вставки. Ну, не знаю, насколько это правда. По ощущениям, да, вроде бы кожа. Но не знаю. И открывается эта сумочка вот таким образом. И это такой, как прям редикюльчик, да. Внутри есть несколько маленьких кармашков. И здесь вот кармашки для мелочей. Ну, для телефона они, да, обычно предназначены. Носила я ее вообще на самом деле пару, буквально пару раз. Просто потому, что, ну, для меня это такой некий вечерний вариант. Или под определенный образ. Но все равно расставаться с ней я пока что не собираюсь. Она мне на самом деле очень тоже нравится. Следующая сумочка у меня вот такая. С красными ручками, с белым такой застежечкой. Здесь сзади маленький кармашек на молнии. И внутри тоже закрывается все на молнии. К ней шел еще длинный ремешок. Ну, вообще ко всем сумкам шли еще длинные ремешки. Но я обычно длинные ремешки не ношу в таких подобных вещах. Вот. Значит, внутри тоже сделано на разделение на два отделения. Маленький кармашек и также два кармашка для мелочей. Это марка Вера Виктория Витта. Сумка сделана из натуральной кожи. Была у меня заказана на сайте Купи Вип. На самом деле она мне очень нравится. Достаточно симпатичная. Но, опять же, я на самом деле не часто ее ношу. Но все-таки куда-то деваю. И мне она очень нравится. Следующая вот такая небольшая сумочка. Была куплена мною, когда мне было лет 18. То есть этой сумке 15 лет. Это сделана она, по-моему, из кожзаменителя. Я, честно, уже не помню. Здесь вот такие два кармашка небольших. Была куплена мною в каком-то торговом центре. Здесь есть такой длинный ремешочек. У меня даже сохранился. И внутри также стандартно. Одно большое отделение. Маленький кармашек на молнии. И два кармашка, ну, такие для мелочей, для телефонов. Да, они вроде бы так были. Одно время я носила эту сумку вообще не снимая. Она вообще не убилась никак. Это такая у меня, наверное, сумка. Может быть, она слишком старомодная. Такая для бабушек. Но сейчас я ее не ношу. Но рука не поднимается ее выбросить. Или кому-то отдать. Потому что она в очень хорошем состоянии. И я помню, что я на нее отдала большую часть своей зарплаты. И очень гордилась этим. И очень она мне нравилась. Но сделана она, кстати, такую под крокодилю, что ли, кожу. Но, не знаю, достаточно симпатичная. Пока просто стоит на полочке. Возможно, и будет для нее свое время. Ну и теперь начнем с маленьких сумочек. Маленькие сумки я ношу очень-очень часто. Практически каждый раз, когда куда-то выезжаю. И начну я вот с такой сумки. Она самая большая по размеру из всех моих, скажем так, маленьких сумочек. Она была у меня заказана, по-моему, тоже на сайте Купи Вип. Это сделана она из натуральной кожи. Такого розово-бежевого оттенка. Достаточно симпатичная. Сзади идет один кармашек на молнии. Здесь тоже молния. И внутри просто один кармашек на молнии. На самом деле, этой сумочке тоже, наверное, может быть года 3. Года 3, даже, наверное, 4. Она мне очень нравится. Здесь ремешочек регулируется. Достаточно симпатичная. Я ее тоже достаточно часто ношу. Следующая сумочка. Это вот такая поясная, которую я купила в этом году. Заказала ее с Алиэкспресс. Она идет из кожезаменителя. Но на самом деле, по ощущениям, вот по мягкости, я не знаю, вот как будто это кожа. То есть она очень мягкая, очень качественно сделана. Я носила ее очень часто этим летом. Здесь идет ремешок на пояс вот такой. И вы знаете, это просто моя любовь. Поясные сумки теперь просто моя любовь. Раньше я немножко не понимала этих сумок. Но сейчас я понимаю, насколько это удобно. Сюда достаточно положить ключи, документы, телефон. Здесь вот такое разделение есть на молнии. И тоже маленький кармашек на молнии. И просто куда-то побежать. Нигде ничего не болтается. Руки свободны. Просто это вот на самом деле моя любовь. Я носила ее все лето. Ссылку на нее я вам оставлю. Заказывала с Алиэкспресс. Еще раз повторюсь. Она нигде не ободралась. С ней ничего не произошло. Обычно вот эти вот, ну, дырочки тоже нигде ничего. Вообще ничего с ней не произошло. Я в нее просто влюблена. И таскаю ее даже до сих пор в первый мир. Вообще везде. Ну и давайте пройдемся по сумкам с Алиэкспресса. Эта сумочка была заказана мною тоже в этом году. Одевала я ее на самом деле пару раз. Но приобретала скорее с мыслью об отпуске. Если мы поедем в отпуске, то я обязательно ее возьму с собой. Она плетеная на самом деле. Вот этот материал натуральный. Я не знаю правда, что это такое. А вот ремешок и вот эта штучка. Это, вот эта застежка, это уже идет кожзам. Она, я бы не сказала, что суперудобная. Внутри идет вот такая подкладка. Но на самом деле она очень прикольно смотрится. Очень симпатичная. Не знаю, под какие-то пляжные платья, босоножки, шлепки. Тоже она мне безумно-безумно нравится. И ждет она у меня теперь отпуска. Я ее с собой обязательно возьму. Следующая сумочка тоже была заказана мной с Алиэкспресс. Вообще за какие-то копейки. Наверное, долларов за пять, может быть, если и не меньше. Я ее заказывала тоже очень давно. Может быть, года четыре. Даже, наверное, побольше тому назад. Это кожзам, просто вот на таком ремешочке, который здесь регулируется. И здесь просто поворачивается, открывается. Внутри здесь молния сделана. И внутри одно маленькое отделение на молнии. Я такую сумочку таскаю с собой только тогда, когда мне нужно взять с собой только телефон. И одно время я носила ее очень часто. Несмотря на то, что она достаточно дешевая, она тоже нигде не подкосывалась, нигде ничего не порвалось. Подкладка целая. Если на нее ссылка еще не сгорела, то я вам обязательно оставлю в инфобоксе. И следующая сумочка, которая была у меня приобретена с сайта LaModa. Это сумка, которой я очень-очень долго хотела. Я прям, прям очень мечтала о ней. И это марка Furla. Вот такого она красного цвета. Камера ее передает. Мне она безумно нравится. Покупала я ее тоже со скидкой. Была какая-то распродажа. Это, по-моему, прошлогодняя летняя, что ли, коллекция или что-то такое. Вот. И я на самом деле не скажу, что она супер какая-то удобная. Потому что она достаточно жесткая. И вот в этой части. Но она мне просто безумно нравится. С своим цветом, качеством. Я ее тоже достаточно часто таскаю. Здесь просто одно большое отделение. И нету никаких маленьких кармашков. Ничего такого. Вот так вот она выглядит. Но меня покорила ее форма и ее цвет. Мне кажется, это просто потрясающая сумка. И последняя сумочка, которая у меня есть в коллекции, была подарена мне, моим мужем. Это сумка от Рыбекки Миньков. Правильно так, наверное, называется. Поправьте меня, если я сказала неправильно. Это вот такая просто потрясающая сумочка, которая идет на цепочке. Далее идет регулируемый ремешок. Я ее ношу в любое время года. Не знаю, она просто потрясающая. Она очень мягенькая. То есть она, видите, не такая сильно каркасная. Сзади идет просто кармашек. Здесь поворачивается. И идет уже одно большое отделение. И три-два с одной стороны маленьких кармашка без молнии. И три с другой стороны маленьких кармашка без молнии. Эта сумка у меня уже два года. И с ней вообще ничего не произошло. Мне кажется, она будет жить со мной всю жизнь. Потому что я ее очень часто ношу куда-либо. Я езжу с ней в магазин и за продуктами, и с детьми, и везде. Она очень удобная. Я кладу в нее документы, ключи, кошелек, телефон. И просто потрясающе. Я ее летом под некоторые платья одеваю. И зимой, и весной, и осенью. Но на самом деле из всех сумок вот эта, это самая моя любимая и самая моя желанная сумка. Потому что я хотела именно вот в таком исполнении эту сумочку. И именно в таком цвете, то есть в черном. Мне она безумно нравится. Это на самом деле, честно сказать, моя любовь. Вот такая вот, ну по мне так достаточно, большая коллекция сумок у меня есть на данный момент. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч.